Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Такой состав преступления обнаружен в действиях бывшего исполняющего обязанности директора Государственного коммунального учреждения правительства Севастополя Управления по эксплуатации объектов городского хозяйства. Уголовное дело инициировала прокуратура Севастополя. Следователи особо важного отдела Следственного комитета уже предъявили обвинение фигуранту. Как сообщает пресс-служба Управления Следственного комитета России по Севастополю в декабре 2017 года, исполнявший на тот момент обязанности директора Управления, заключил государственный контракт с Акционерным обществом научно-производственное предприятие «Биотехпрогресс» на сумму почти 7 миллиардов рублей на выполнение работ по строительству объекта федеральной целевой программы. Затем было подписано дополнительное соглашение к нему, исключившее необходимость казначейского сопровождения. В Следственном комитете назвали это незаконным. Кроме того, при производстве электронного аукциона на право заключения контракта и во время его заключения отсутствовала проектная документация, не получено разрешение на строительство очистных сооружений, допущены иные многочисленные нарушения законодательства, что в соответствии с нормами Гражданского кодекса влечет основания для признания сделки недействительной. Несмотря на это, до конца декабря 2017 года ответственный чиновник правительства организовал оплату фирме 30% аванса по контракту в размере чуть более 2 миллиардов рублей. Пресс-служба Следственного комитета сообщает, что в отсутствие казначейского сопровождения деньги были израсходованы по различным финансово-хозяйственным операциям, не связанным с выполнением указанных работ, а их остаток был заблокирован на расчетном счете организации в московском ОФК Банк после отзыва у него лицензии Центробанка. Фигурант уголовного дела был задержан в Нижнем Новгороде после этапирован Севастополь по месту совершения преступления. В настоящее время ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По ходатайству следствия ему избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Изъята вся необходимая документация, которая представляет интерес для следствия. В рамках расследования уголовного дела предстоит провести ряд сложных экспертиз, которые позволят следствию детально установить картину совершенного преступления.